Микс Ньюс Ну что ж, пятница. Здравствуйте. Отличный вечер. Только что была гроза. Теперь солнце. Гроза еще будет, но все равно впереди еще у нас бабье лето. Мы на него надеемся, так же, как мы и надеемся на восход экономики Латвии. Об этом мы поговорим сегодня. У нас в студии сегодня Алексей Поспехов, руководитель консалтингового агентства Startup Visa Europe. Алексей. Добрый вечер. Юрий Фриткин, со-основатель компании GetoPro, онлайн-маркетплейса по поиску бытовых и профессиональных услуг в Латвии. Добрый вечер. Добрый вечер. Естественно, Лена Лукьянова. И Калибис. Говорим сегодня о том, что такое стартапы, могут ли они поднять экономику. Опрос, который мы задали на сайте радиоболтком, верите ли вы в новый бизнес, то есть стартапы или только в старый, уже существующий. На данный момент пока раскладка такова. В новый бизнес верит 91% проголосовавших, 9% доверяет старому бизнесу. Также вы можете нам рассказать свое мнение по телефону 672-12-939, 672-13-939. Маленькая вводная. С 2012 года стартапы в Латвии уже привлекли в экономику инвестиции в размере более 300 миллионов евро. Это, правда, немножко устаревшие полугодичной давности данные. О том, что сейчас происходит на этом рынке, как бурно он развивается и поможет ли он действительно при достаточно стагнирующей экономике Латвии, поговорим с нашими гостями. Наверное, начнем с Алексея, Леш. Все-таки у меня сомнения. Ну, какой новый бизнес в Латвии? Такая налоговая система. Все бегут. Микропредприятия закрываются. Большой бизнес рушится и уезжает. Ну, какие стартапы, Леш? Ну, хочется сказать, что налоговая система Латвии, возможно, не сильно глобально отличается от того, что есть в других странах Западной Европы. Я думаю, нужно говорить все-таки про практику, скажем так, правовую сторону применения тех или иных историй, связанных с налогами. Но все это совершенно не важно. Если мы говорим о том, что происходит в стартап-движи Латвии, то я помню, что в 2015 году я собирал местных ребят в подвале бара и рассказывал им какие-то истории про финтек, как работают, собственно говоря, финтек-стартапы. И вот один из них, по-моему, успешно с года через два продал свой проект и уехал в Калифорнию. То есть, в 2015, сколько, 4 года прошло? 4 года назад это все было сделано на коленках, не было никакого системного движения. Сейчас мы видим рост в количественном выражении, огромную роль государственных структур положительных, которые на это влияют. Ну, в целом, как сказать, рынок стартапов в целом в Европе сейчас находится на максимальном пике и показывает совершенно безумные цифры роста. То есть, европейские стартапы в том году привлекли 29 миллиардов евро инвестиций, а в этом году уже привлекли 30. Да, безусловно, там большое количество, большая часть этих денег приходится на Великобританию, Францию и Германию, но та тенденция, которая присутствует, о которой говорят все американские фонды, европейские фонды, да не верят в развитие локальных экосистем. Например, в той же Эстонии существуют уже два единорога, это Taxify и, забыл, называется второй. Это, в общем, так сказать, было следствие пары успешных проектов, которых у них были. В Литве, ну, в Литве есть револют, а литовцы вообще в целом очень сильно поддерживают финтек-индустрию. И вот, собственно говоря, страны, которые не имеют прямого доступа к, скажем так, природным ресурсам. Нефть. Либо не имеют серьезной обрабатывающей промышленности, ну, в том или ином виде, где она, допустим, представлена в Германии, вот занимаются поиском новых финансовых ниш. Но главный вопрос, о чем ты упомянул, это как раз-таки роль участия государства в этой отрасли, в развитии этой отрасли. Как мы видим, к сожалению, и очень часто нам на внутреннем рынке предприниматели обычного, традиционного бизнеса жалуются, насколько здесь непродуманная и налоговая политика, и... Настолько неудобно работать. Настолько неудобно работать. Недавно даже был большой скандал, рестораторы объявили о том, что, простите, вы что хотите, чтобы вообще все закрылись в Латвии? Настолько зарегулировано в отрицательную сторону вся система? Ну, как хочется сказать, что я был во многих странах Евросоюза и видел, что везде все предприниматели, ну, вообще в целом везде все люди недовольны тем, что происходит. В Германии бизнес, говорит, нас достало бюрократии, нас достало платить эти налоги, мы едем в Швейцарию. В Швейцарии все говорят, какой кошмар, какой ужас, как тут все дорого, мы как бы уедем куда-то дальше. В целом вот такая история присутствует везде. У соседов всегда все лучше. Ну, я сейчас не про жалобы, а я сейчас действительно про роль государства в продвижении вот этого нового бизнеса, давайте его так и называть, да. Есть старые там, да, как старые деньги, есть новые деньги. Какие преимущества у стартапов по сравнению с традиционным бизнесом? Если мы говорим, ну, то есть, если мы, на самом деле нет никаких супер больших отличий между там традиционным бизнесом и стартапом в плане, вот если я хочу, хочу открыть компанию. Единственная возможность, которую латвийские стартапы получают, это возможность компенсировать, по-моему, 200 тысяч евро налогов в год, получить льготы по социальному налогу, по доходному налогу в случае получения инвестиций от квалифицированного инвестора. Это не самая простая процедура, но она позволяет существенно, безусловно, снизить определенные косты. Леша, а кто такой квалифицированный инвестор? Квалифицированный инвестор – это либо венчурный фонд, который структурирован в Европе, в Евросоюзе в виде АИФа, специальная форма, либо акселератор, либо бизнес-ангел, который является членом любой европейской ассоциации бизнес-ангелов. То есть, формально достаточно… То есть, бизнес-ангел – это реально, который прилетает и дает тебе денег на твой бизнес? Да, и в Латвии существует две ассоциации бизнес-ангелов, или, по-моему, уже три, и Латбан самая крупная инвестировала, по-моему, 9 миллионов евро за последние несколько лет. То есть, это достаточно такие большие цифры. А давайте нам Юрий расскажет свою историю, потому что она достаточно интересная. Мы немножко перед эфиром поговорили. Перед нами настоящий патриот этой страны. И стартапер. И стартапер, да. Как так получилось, Юрий? Смотрите, как бы так получилось, что я и жил, и учился во многих странах, и где бы ты ни жил, бы всё равно это чужая культура, и ты как бы ищешь русскоязычное сообщество. И, конечно, на счёте ты понимаешь, что… А смысл тогда во всём этом, если ты не пытаешься интегрироваться? Так если не пытаешься интегрироваться, давай всё-таки вернуться лучше в ту страну, в которой ты живёшь в целом, в большом обществе. И зародилась идея, если возвращаться, то возвращаться уже, создавая свой собственный бизнес. И так зародилась идея создать стартап. Мы называем его громким словом «стартап». Можно называть это просто технологический бизнес. Когда мы этим занялись, это было года три назад, на бумажке мы написали «бизнес-спан». По нашему бизнес-спану мы должны были выйти в прибыль буквально через 8 месяцев. Но как это обычно бывает, одно дело на бумажке, а другое дело в итоге реальность показывает, что это долгий, упорный, упорная работа, которая пока не приносит прибыли. Но мы видим тренд, позитивный тренд. И мы видим, что сообщество интересуется этой идеей нашего стартапа. И в этом плане стартап у нас пока такой. Знаете, пытаемся вручную всё это делать. То есть условно то, что Лёша рассказывает эти все возможности государства, мы их не используем. К Лёше идите. А потом, а у вас нет ангела? Вот, это у нас есть. Ангел у нас есть. Я могу сказать так, что когда опять же мы начинали этот бизнес-план на бумажке, всё казалось позитивно и красиво. В какой-то момент мы поняли, что те вложения, которые мы сделали сами, они заканчиваются. И хоть виден... То есть вы вкладывали свои деньги? Да, конечно. Мы вкладывали в первую очередь свои знания и умения, вкладывали деньги в небольшую рекламу, чтобы показать, что это идея рабочая. И мы поняли, что всё-таки нужны дополнительные средства. Мы посмотрели, что предлагают государства, поняли, что то, что предлагает государство, это нам не поможет. Это очень много бумажной работы, а с точки зрения денег, которые мы получим, это не сработает. Мы обошли прошлым летом, я думаю, обошли. Написали письма, с кем-то встречались, наверное, в районе 20 инвесторов. Местных только. Местных, да, только прибалтийские, скажем так. Мы начинаем с местных, потом немножко прибалтий. Наверное, общий итог, если суммировать в двух словах, был такой. Нам интересно, когда вы выйдете из Латвии в другой регион, позвоните нам. Или, ну, когда вы хотя бы начнёте зарабатывать 3-4 тысячи евро, тогда позвоните нам. То есть стартапа, который не приносит денег вообще или в минусе большом, и только вот начинается вот этот момент зарождения, желающих инвестировать мало. Потому что рынок маленький, это и понятно. А это только потому, что рынок маленький? Потому что именно в Латвии, потому что, поправьте меня, если я не права, я себе примерно так представляла, что стартап – это ты придумал мега-идею, которая потенциально может зарабатывать. Ты её представляешь красивыми слайдами, там, не знаю, PowerPoint, там, ещё чем-то, какой-то презентацией, представляешь кучу-кучу-кучу инвесторов, какой-то вдруг говорит, о, точно, я в тебя верю, на тебе миллион, давай, начинай. Так было, да, 15 лет назад. То есть сейчас, извините, так, сейчас ты уже должен начать зарабатывать для того, чтобы… Единственная вещь, которая интересует инвесторов, что вы проверили гипотезу, и вам дают денег на масштабирование роста. А, ясно. Вся идея в том, что тот сразу, который у нас, это не новая идея, мы не что-то придумали с нуля. Эти проекты, как гетопройловые, они существуют во всём мире. Кстати, что за проект, расскажите. Онлайн-маркетплейс, наверное, мало кто понимает эти два слова, но смысл простой. Если в простых словах, то это обыкновенная доска объявлений по поиску сервисов и услуг. Разница только в том, что если ты идёшь на доска объявлений, ты обзваниваешь 20 представителей услуг, пока не найдёшь, чтобы с кем-то договоришься, и ты всё равно рискуешь. Ну, условно, если у тебя надо сделать ремонт квартиры, у тебя есть два варианта. Ты идёшь к друзьям и спрашиваешь, а дайте мне контакты, чтобы я мог привезти человека домой. Сюда идти агрегатор. Это агрегатор, по сути, да. Или второй вариант, ты идёшь в угол и ищешь. Так вот мы, это второй вариант, когда они находят нас в гугле, и дальше они не названивают людям, а они пишут заказ. Говорят, мне нужно сделать ремонт квартиры, там, три комнаты. И им начинают поступать предложения от представителей услуг. И самый главный плюс в этом решении нашем в том, что они видят, что уже есть отзывы на этих людей. Реальные отзывы реальных людей, которые уже сотрудничали с этими людьми. Это как в Москве юду, наверное. Это чистое юду. Геттепро – это чистое юду. Но только по Латвии. Но только по Латвии. Или Балтии всей. Мы надеемся, что мы выйдем в Балтию. То есть вы ищете, вам нужен ещё один бизнес-ангел, который скажет, ну-ка масштабируйтесь. Да. Или мы сами дойдём до этого. Мы видим, что вот этим летом, в прошлом летом мы нашли ангела, этим летом мы решали, нужен ли нам второй сит или второй пассивный. Мы решили, что, наверное, мы дойдём до нулевого профита сами. И дальше, когда мы уже дойдём до того момента, что нам не нужны будут деньги свои вкладывать, и мы уже видим, что мы просто держимся на плаву сами, тогда мы будем решать. Вот сейчас задача дойти до нулевого профита. А дальше, да, Эстония, Литва. Но это же, я так понимаю, что самое главное – это должно приложение, да? Это не сайт какой-то. Это сайт. Или нет? Это сайт. На нашем случае это сайт. А, то есть это нельзя иконку кнуть в айфоне? Я вам скажу так. Это было сознательное решение. Потому что, когда вы ищете ремонт квартиры, вы поедете в Google и не будете скачивать вначале приложение, а потом через приложение кого-то искать. Вы хотите сразу решение. Дайте мне решение. Мне не нужны ваши приложения. Когда вы станете брендом, когда вы знаете, что есть бренд, есть сайт, есть, вернее, решение, тогда вы уже скачаете, вы будете пользоваться всегда. Вот мы пока дойдем до этого момента, когда мы станем известным решением. То есть это следующая ступень? Это следующая ступень. А можно еще один глупый вопрос? Я правильно понимаю, что стартап – это только технологичный бизнес? То есть я не могу, например, сказать, я стартапер, я открываю столовку на Бревибус. И еще бизнес ангела. Или я хочу произвести оборудование? Оборудование, да. Вообще в целом любое новое начинание, которое имеет возможность масштабироваться и несет в себе технологическую новизну, будь то за этим стоит глубокие научные исследования, либо вы просто знаете какой-то там определенный лайфхак, как люди, не знаю, такси заказывают определенным образом, или сейчас все это может называться стартапом. А столовка нет? Столовка нет, да? А если ее масштабировать? А если эта столовка может масштабироваться, и вы будете, не знаю, принимать оплату через какой-то волшебный сет? В биткоинах? Да, например. Это можно назвать? Можно говорить о том, что это уже и в эту сторону. Слушайте, прочитала такое высказывание, что стартап – это единственное, что может вытащить Латвию в будущем из ловушки средних доходов. Вы согласны с этим? Полностью поддерживаю, полностью поддерживаю данное высказывание, но все думают о том, что в этом есть определенная панацея, но процессы, которые несут за собой стартап, это не просто, что, скажем так, стартап будет появляться здесь. Это означает, что здесь сюда люди одни будут приезжать, другие выезжать, третьи возвращаться. Это все процесс динамизма. Мы очень часто слышим о том, что это все должно расти изнутри. Но, например, сейчас в Латвии суперпрекрасная программа. Есть льготная возможность перевозить айтишников по блукарду. Есть возможность, собственно говоря, перемещения стартапов из стран, которые не входят в еврозону. И это ровно то, чем надо пользоваться. То есть Латвия сейчас хочет догнать Эстонию, получается. Латвия не сильно остается от Эстонии. Например, экспорт айти-продуктов в Латвии больше, чем Эстония. Об этом мало кто говорит. Эстонские стартапы действительно получили больше денег. Их много. Ну, там не в сильно большом выражении. Процентов на 20. Но вследствие того, что в Эстонии был скайп, хотя он был шведским изначально. И ребята, которые владели долей в скайпе, очень здорово успели выйти в 2008 году в кэш. И когда был кризис, очень здорово купить место недвижимости. Ну, и в целом поддерживать экосистему. Да, там более развитая, собственно говоря, было, скажем так, более, наверное, раньше правительство приняло решение, что мы будем двигаться как бы в эту индустрию. Но там очень лояльное законодательство к стартапам. Но в целом нет никакого сейчас глобального отличия между стартапами в Латвии. Эстония, которая сказала, а вот у них вот прям 100% так лучше. То есть, получается, что как только в Латвии заведется стартап, который реально будет звездным и заработает очень много, тут же в страну потянутся бизнес-ангелы? Это так работает? Это в целом работает так, потому что люди, которые… То есть, пока они просто как бы не видят, на радарах не существует. Есть, ну то есть, цифры, которые получили, то есть, цифры, которые получают стартапы в инвестициях, там не очень, то есть, отличаются от Эстонии, но это не какие-то порядки. И, безусловно, люди тянутся друг за другом. И эта история не только про то, что кто-то там получил денег, сделал классный экзит. Это в целом о том, что если здесь будет большое количество разных интересных стартапов вообще, компаний из индустрии, то люди потихонечку тянутся друг за другом, а вовсе там не за мифическим миллиардом, который они хотят получить. Так они будут тянуться именно в, что называется, в аналогичную сферу. Ну, например, там, не знаю, какой-нибудь таксифай выстрелит, да? И сюда потянутся все другие такси, службы, перевозчики там и так далее. Вот юмор выстрелит, потому что то, что вот он сейчас предлагает, это на самом деле дико нужно, потому что в Латвии сейчас очень мало услуг, вернее, рынок прямо сужается, скукоживается, да? Люди уезжают, 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 все меньше и меньше хороших специалистов, уже такие паники, что… И об этом на всем подробно Юрий расскажет буквально через пару минут. Продолжаем? Мы прервались на том, насколько важна… Что Лена начала осветывать, что тут… Да, кладби инфраструктура и развитие сервиса. То ровно, чем и занимается Юрий. Юрий, расскажите, как вы нам сервис устроите? Я вам скажу, знаете, что таких стартапов или таких идей, вот именно такой модели проекта, кроме нас, еще 20, может, 25. Параллельно с нами все это происходило. То есть люди понимают, что агрегатор, как вы назвали это, необходимый, что действительно это очень хорошая идея и так далее. Но чтобы она быстро и сработала, это тяжело. Это работа, это работа как с клиентами, так и с исполнителями. Попытаться, чтобы они поняли и одни, и другие, как это работает. Просто за ручкой их водить и объяснять. Это долгая работа. И опять же, возвращаясь к примеру с ЮДУ, который мы изучаем, почему, опять же, я говорю, что мы, возможно, не совсем стартап, потому что во многом мы учимся от тех, кто уже это сделал в Англии, в России, мы смотрим даже в Украине кабанчик. Ну, зачем велосипед закрутать? Да, да, именно. Зачем, если уже есть хорошие? И мы видим, что это проект на 3-4 года, чтобы он только вот взял и начал стартовать. То есть 3-4 года такая монотонная, медленная езда на первой скорости. Да, это очень печально, потому что, конечно же, мы там, ну, окей, мы с Леной избалованные, московские чики, которые привыкли к тому, что сервис работает, во-первых, а, круглосуточно, во-вторых, практически вот так вот, а в-третьих, ну, вы не можете себе представить, все, ночью можно поменять колеса у машины, сделать маникюр, провести операцию, ну, то есть все, что вы себе можете представить, что бы вы хотели себе представить, оно все работает в Москве, причем круглосуточно, очень быстро и на очень хорошем уровне. И, конечно же, когда, например, я, пример личный, я очень давно страдаю от того, что здесь нет доставки продуктов. То есть она есть, там, например, у Максима, но это не называется доставкой, это просто слезы и пот, там, заказывать нечего абсолютно, кроме консервов в этой доставке. Вот, и вдруг в группе «Новое режиме» появилось сообщение о том, что, ребята, мы делаем доставку продуктов, к сожалению, это было летом, я не успела, сидела на даче, вот, и вообще это просуществовало, она где-то месяца три, что ли. И сдохла. И сдохла. Я вам могу сказать, у нас один из сервисов на ГТПРО, это вот доставка еды, не работает, нет рынка для этого, то есть идея есть, вроде бы вам это надо, но абсолютному большинству это не особо надо. Там уже не могу понять консервативное население. Консервативное, лишнее евро заплатить за то, чтобы… Это масштабы Москвы, когда вам нужно дойти от точки А до точки Б, вы понимаете, время и так далее. В Латвии это немножко по-другому. В Латвии понимают, что мой магазин совсем близко. Ну, я что, я дойду-то? Зачем мне лишние 5 евро? Ну, окей. А как тогда, вы говорите, лишние 5 евро берете за доставку? Ну, условно берут. Условно, да. Например, примерно одинаковые, ну, чуть побольше, конечно, Прага, где потрясающая совершенно доставка продуктов, которая выстрелила в течение полугода, сейчас поглотила абсолютно не только продукты, абсолютно все сферы домашнего быта, доставка всего на свете. Это называется «Роглик ЦЗ». Роглик – это такая маленькая плюшка, вот такой хлебочек. Вот. И они дешевле, чем в магазине. Ну, стоит здесь сказать, что, например, сервис доставки «Вольт», который сейчас пользуется, все заказывают нон-стопом. В 2015 году я говорил, ребята, почему у вас здесь нет сервиса доставки еды из ресторанов? Они говорят, ты что, сошел с ума? Мы здесь везде можем дойти. Появился «Вольт», и все, вот вы видите, синих курьеров, которые ездят по улице. Ну, то есть, публика тоже воспитывается, она понимает удобство. Но культурно она потребовалась 4 года, чтобы дойти, вот это, опять же, на первой скорости, от 15 до 19. Печально. Хочется быстрее, конечно, все. Хочется немножко подкрутить, ускорить. А что-то может подкрутить и ускорить? Веснотек – это Латвия. Ну, и на самом деле, из положительных вещей в Латвии сейчас 4G-интернет, который покрывает всю страну, скоро 5G будет конференция на днях, супероптимальное соотношение стоимости, так называемый cost structure. То есть, если говорить про все бизнес-процессы, здесь все в два, если не в три раза дешевле, чем в Берлине. Я сейчас не имею в виду какие-то стандартные бизнес-истории. И это все, скажем так, дает такой кумулятивный и неожиданный эффект. Вот вольт, казалось бы, то есть, кому был нужен, оп, появился. Не было бы, скажем так, сети связи четвертого поколения, были бы какие-то другие ограничения. Я могу сказать, опять же, с точки зрения сервисов, один из сервисов, который очень хорошо идет у нас, это мастер по дому. То есть, это та вещь, которой на рынке вообще не было. Опять же, да, которой постоянно нужен человек. Да, ее не было. Кому-то нужно полку прикрутить, кому-то машинку починить. И это настолько хорошо работает, что у нас почти нету на это рекламы. Люди уже просто, это зарфа на радио, которые просто, потому что эта ниша пустая была. То есть, у нас есть доски объявлений, вроде есть сантехники, электрики, но тот человек, который может прийти в магазин, прибить зеркало или полочку, это настолько казалось популярным, что да, это взлетело. Другие сервисы сложнее. А все-таки, есть ли какое-то четкое отличие, так как мы все время говорим про стартапы, и вначале мы сказали, что есть еще и старый бизнес, есть какое-то четкое разграничение, что такое стартап, что такое старый бизнес? Ну, традиционно. Если говорить про эти налоговые льготы, которые можно получить со стороны государства, то, по-моему, у тебя компания должна быть не больше трех лет, и иметь выручку меньше в первый год 200 тысяч евро, то есть огромное количество компаний подпадает туда. Ну, и это должен быть масштабируемый сервис, либо масштабируемый инновационный продукт. То есть что-то, что, скажем так, несет под собой вот такую вот основу. И чаще всего во всех дефинициях слова стартап, как в Европе, так и здесь, и в мире, приблизительно используются какие-то такие термины. Хотя вот в России вышло исследование стартап-барометра, и все кичились, что в России вырос рынок инвестиций в стартапы на 179%, только почему-то оттуда не убрали озон, который уже ердовая компания, из которой, собственно говоря, недавно фонд Богославского вышел. Ну, вот такая вот у нас статистика. Ну, получается, что все-таки в основном стартап имеет какую-то инновационную основу. Да. Или, ну, а вот вы говорите, да, что это вот в принципе может быть копирование, да, калькирование каких-то других существующих в других странах проектов. Все было придумано до нас. Это просто новая форма. Как говорил Стив Джобс, хороший художник копирует, великий художник крадет. То есть стартаперы – это не какие-то там хиппи, которые нуждаются в бесконечной поддержке, а это тот же самый малый бизнес, пока малый, да, который, естественно, хочет вырасти большой. Лет 10, наверное, 15 назад, конечно, были более четкие, более простые кейсы, были звездные истории. Они и сейчас есть, как кто-то получал огромные инвестиции просто под какие-то идеи. Сейчас это все стало таким достаточно серьезным, задокументированным, четким и понятным бизнесом, как достигать определенных результатов. Я думаю, что, опять же, в Латвии существуют комьюнити, и они больше такие студенческие комьюнити, когда вроде бы такие, как вы назвали, хиппи. Я не знаю, считают ли они себя хиппи, но неважно. Существуют комьюнити. Не, ну это просто образ, типа. Да, да, да. Существуют комьюнити, в которые, как бы, они могут считать себя стартаперами и так далее. Вопрос не в том, кем они себя считают, а вопрос в том, приносит этот бизнес, в конечном итоге, прибыль и взрывается ли он. Если он, как бы, останется на зачатке того, что есть идея, что-то, какой-то прототип, но дальше оно не пошло, ну, бог с ним, мы можем назвать его стартапом, но кому до этого легче. В данном случае мы, как бы, считаемся стартапом или нет, это не важно. Мы, как бы, для нас важно то, чтобы мы росли, становились популярнее и, в конечном итоге, становились известными. А считаемся ли мы стартапом или просто бизнесом, это второе. Но все-таки существуют какие-то государственные различия. Эти критерии существуют только в тот момент, когда вы хотите получить определенные льготы. Ну, и эти критерии покрывают 99,9 всех компаний, которые могут существовать в обозримой перспективе. Я знаю, есть какие-то критерии, но они, опять же, связаны с высокотехнологическими идеями, связанными, опять же, с продуктами, продуктами, когда, если у тебя какая-то инновация с инновацией, ну, кинопродуктами, скажем так, и ты занимаешься R&D, и ты под этот R&D. Research and Development. То есть… Молокер на русском. Я, честно говоря, даже не знал, когда будет по-русски. И ты приглашаешь или нанимаешь инженера с мастер-дегри, с магистра, тогда у тебя есть какие-то поблажки, связанные с налоговой частью и возраст. Они подпадают, Юра, под стартаперы? В данном плане, не совсем. Они местные, нет. То есть они подпадают, собственно говоря, если компании меньше трёх лет, тогда да. Но мы в данном случае не разрабатываем какой-то высокотехнологический продукт. Государственная структура в виде инвестиционного агентства должны, скажем так, квалифицировать. Да, да, да. Они должны пройти эту квалификацию. Там есть ряд формальных критерий. Да, я об этом возвращаюсь, моя первая мысль о том, что это такой процесс, связанный с документами и бумагами, и мы когда почитали, поняли, что возможно мы докажем, а возможно нет, время потеряем. И как бы это, если есть серьёзная идея на большие деньги, возможно это имеет смысл. В нашем случае нам легче было деть маленькие шаги, но самостоятельно. Я хочу вернуться к одной твоей фразе, которая меня очень расстроила. Естественно, перед программой я читала какие-то документы, какие-то смотрела статьи. Опять же, конечно же, всем в голову приходят всяческие Цукерберги, Стив Джобс и так далее. Но и у стартапа такой флёр, что это что-то абсолютно инновационное, то есть это такой прорыв в технологии, это что-то, что раньше вообще не существовало. И тут все инвесторы такие ахнули и сказали, ну на тебе ярд, становись юникорном. То есть сейчас вообще такого уже не существует, чтобы ты просто, ты показал идею, а тебе за это дали деньги. Исторически такой образ сложился в силу того, что Силиконовая долина в Штатах была образована как научно-исследовательское подразделение, скажем так, американских военных, которое дальше выросло, да, в то, во что оно выросло. И всегда это было такое, скажем так, сочетание научного сообщества вместе с бизнесом, совершенно уникальное место, где совпали такие, скажем так, такой результат. Но сейчас в стартап движи становится все меньше и меньше, меньше этой научной составляющей. Научная составляющая уходит крупным корпорациям, потому что технологии становятся все более сложными, все более, скажем так, глубокими. Сейчас вся история про стартап, она находится, скажем так, в бизнес-области. Поэтому да, это сейчас выглядит. То есть деньги в идею теперь уже не бывает? Практически. Или просто идей нет? Нет, идей много, просто никто действительно не даст деньги в идею в силу того, что если ты не смог сам проверить ее, показать первый результат, зачем тебе деньги? Так это говорит нам о том, что просто перестали верить в идеи, стали более меркантильными какими-то, более неверующими. Это просто следующий этап развития бизнеса. Да? То есть это ни о чем не говорит? Ни о чем не говорит. Я думаю, тут еще есть другой фактор, что... Но романтика ушла. Смотря откуда. То есть появилось большое количество именно таких бизнесовых и сервисных. И то есть истории успеха остались. Давайте послушаем дозвонившихся. Алло. О, не успели. Я хотел дополнить, сказать, что я думаю, инвесторы тоже поумнели. И очень часто они вкладывают не в идею, а в команду. То есть идея сама по себе крута, но если нет некому ее выполнять, нет какого-то бэкграунда или что-то за этими людьми, за командой... Ну то есть получается, что новичкам абсолютно, каким-нибудь гением из подворотни там, да, не знаю, с заднего двора совершенно нет никакой возможности пробиться. Если их никто не знает, а у них есть идея, а в идею теперь не верят, и нужно, чтобы себя знали. Тут скорее важен, опять же, если действительно гений, я думаю, это поймут. Тут вопрос в том, что, как Леша сказал, идей-то много, люди приходят с идеями. Но если видно, что за идеей люди, которые скорее умеют красиво презентаться на PowerPoint, но выполнить они ее не смогут в силу разного рода. Так это же часто и бывает. Есть люди, которые просто они креативят, они придумают, а сделать не могут. У меня один приятель, он по 100 идей в день выдавал, как заработать миллион. Как говорит известная стартаповская шутка, хуже стартапа, которая сделана одними программистами, может быть только стартап, которая сделана одними маркетологами. Но есть возможности, до сих пор тот же Taxify появился, сколько, 5 лет назад. 5 лет назад уже был Uber, уже был Get, который, потому что тогда хотел я ходить на биржу, был Яндекс.Такси. И вот ребята из Эстонии подумали, они запустить ли нам очередной сервис такси. Но все равно я смотрел, думал, они как бы сошли с ума. Сейчас они получили недавно инвестиции от Daimler Chrysler концерна. А вот почему, кстати? Я вот, например, знаю, что они там первые, были все в Балтии, здесь не было ни Uber, ни Get, ни Яндекса. В Грузии, например, они тоже были, когда там не было Яндекса. Просто потому, что они нашли новые рынки. Они нашли новую, то есть они нашли специальную нишу, где их конкуренты в лице Uber либо других компаний по разным причинам отсутствовали, начали очень четко и методично захватывать те рынки, куда они как бы не успели прийти, и сейчас, в общем... То есть ровно только потому, что они нашли еще рынки, которые не заняты большими гигантами. Ну там, например, пойти в Африку, ведь, наверное, они так бы не выстрелили, если бы они пошли в Африку. Совершенно верно. Они начинали как раз-таки с Африки, с Латинской Америки. Да, да. И тогда было очень странно. То есть когда эстонская компания говорила, мы сейчас будем захватывать рынок африканских стран, это было... Так у них получилось это? Конечно, конечно. Ну вот сейчас у них останется больше, чем миллиард долларов. Уже. Вау. Да. Этого я не знала. То есть я думала, что они только по Балтии, там, ну, по Грузии, еще где-то там Армения. Это вот отличный пример. Это сейчас, так сказать, новые иконы эстонских стартапов. Они все показывают. Смотрите, мы не только Skype можем сделать, у нас вот и Transferwise, система финансового стартапа, вот еще Bolt. Ныне, как он называется. Да, теперь он Bolt называется. И, кстати, теперь он еще не только машины, теперь еще и самокаты, где электрические велосипеды, только непонятно в Риге. Юра, так слушайте, может вам пойти с Юду, с этим, с вашим Гетпроф в Африку? Хорошая мысль. И давайте так, я по-другому отвечу. Именно потому, что у нас маленький рынок и маленькая ниша, мы знали, что такие гиганты, как Юду... Сюда не придут. Или кабанчик, который с Украины, который попытался, кстати, перейти, в Казахстан и в Белоруссию, они не придут, потому что мы уже, мы посмотрели, что в Белоруссии, в Казахстане ничего не получилось. Потому что, чтобы раскрутить этот бизнес, нужно, во-первых... У кабанчика ничего не получилось. Да, не получилось. Нужно время. Нужно время и ресурсы. И чтобы вот так легко захватывать новые рынки, нужно очень много денег и много ресурсов. Поэтому мы спокойно начинали здесь, видели, что очень много уже идей параллельно с нами происходит, просто у нас получилось. Поэтому мы видим перспективу условно пойти в Эстонию, потому что мы знаем, что, скорее всего, ЮДУ или Яндекс, тот же, который тоже начал открывать такой же сервис в России. Я думаю, что уже все сервисы охватил. Да. Мы сомневаемся, что они сюда придут. Ну, а если придут, мы надеемся, что уже вырастим к тому моменту в такой бизнес, что мы можем продать его Яндексу, если будет такая возможность. А главная задача стартапера – это красиво выстрелить, развиваться и выгодно продаться? Здесь есть сейчас две главные тенденции. Первое, почему всех интересует взрывной рост, просто потому, что модель венчурного фонда, который, собственно, инвестирует в стартапы, предполагает, что у них выстрелит один проект из ста. Они как фонд собирают деньги с инвесторов, обещают им определенную доходность, их интересует только возможность взрывного роста, как это исторически и было. В противном случае они инвестируют деньги и получают на возврат на капитал слишком маленький. С другой стороны, сейчас стартапы стали менее активно брать венчурные деньги в силу того, что они понимают, что пусть у них лучше будет определенный стабильный или еще какой-либо доход, но у меня сохранится контроль над компанией и мы будем, скажем так, такой кэш-машин, который генерит не 10x, а, собственно говоря, какие-то там чуть менее деньги, но люди, которые занимаются этим проектом, будут довольны. Плюс появляются новые инновационные модели и финансирования, и участие, скажем так, в доле прибыли этого стартапа без участия в операционном управлении, то есть индустрия в последние несколько лет очень сильно изменилась. Так заслушалась, что даже забыла, что хотела спросить. Все-таки, вернемся к экономике Латвии. Мы же с нее начали, да, и очень позитивно начали. Хочется как-то немножко поглубже. В принципе, экономика Латвии и климат, ты вот все время говоришь экосистема. Да, об этом сейчас расскажешь, что это такое, потому что я себе немножко по-другому представляю, что такое экосистема, наверное. Вот. Они хороши, но просто рынок небольшой, и поэтому так все медленно и печально развивается. Или все-таки есть, или они нехороши, или мы что-то не знаем. Или мы что-то не знаем. Ну, рынок, безусловно, маленький. Понятно. То есть, например, рынок Португалии сколько там, в 6 раз больше, или я сейчас, к сожалению, не понял. Мы с нас, там, здесь 2, 9 раз. Но Португалия очень бедная страна, тоже страна, да. Поэтому, конечно, даже инвест-агентство Латвии называют Латвию стартап-ланчпэд. Это место, где ты можешь очень быстро протестировать различные гипотезы, желательно, ну, не желательно, просто в B2B. Как же быстро, если так медленно люди просыпаются к новым сервисам? Мы говорим про историю, когда у тебя есть много маленьких покупателей. Вот наш флагманский стартап Marine Digital, который занимается автоматизацией портовой деятельности, они поставляют специализированные программы обеспечения, чтобы портам было удобно автоматизировать свои бизнес-процессы. Они высадились, соответственно говоря, в марте месяце, оббежали все латвийские порты, показали, какой у них софт есть, у них были какие-то заходы, все, там уже все счастливы, получили обратную связь и практически, то есть это был ровно тот продукт, которого в этой отрасли не хватало. И вот кейсы, когда есть достаточно старая, отсталая индустрия, они получили очень отличный фидбэк. Но это ты сейчас говоришь именно об инновационном прорыве, технологичном, то есть то, чего раньше не было, раньше лебедкой поднимали, не знаю, груз условно, а сейчас там нажимаешь на кнопку в айфоне и все полетело. Да, но надо видеть, насколько, то есть, насколько сама индустрия консервативные, насколько, собственно говоря, чуть ли не в Excel велся учеб, они предложили, нашли суперспециализированную нишу, казалось бы, они обслуживают здесь супермаленькие порты, то есть даже не порт Риги, а какие-то маленькие порты в маленьких городах. Вот отличный пример, как это могло получиться. Понятно, что с B2C стартапами, когда у тебя есть клиенты, с которых надо тестировать, все немного сложнее, но там, тем не менее, вот кейс Вольта, который работает, яркий тому пример. Экосистема обещал рассказать, что это? Да, когда мы говорим про экосистему, важно не просто, скажем так, какие-то возможности, которые есть, которые государство предоставляет, а также, чтобы все составные части работали слаженно. Все, что касается, не знаю, процесс регистрации компаний, получения необходимых документов. Это одна часть. Вторая часть – это сообщество людей, к которым все тянутся. Ну, то есть, если ты живешь какой-нибудь, не знаю, в маленьком городе, и это не научный городок, это ничего, что-то у тебя отсутствует сообщество. Например, какой-нибудь финны построили недавно технопарк в 350 километрах от Хельсинки и вот пытаются там построить какую-то экосистему. Не получается. Типа сколкова. Не получается. Которая тоже не очень получилась. Да. И вот все эти составные части крайне важны, в том числе стоимость жизни, в том числе просто. То есть, например, никто не уделяет внимания, что до аэропорта Латвии, до аэропорта Риги ехать 15 минут на такси, это стоит 6 евро, и это крайне важно, когда у тебя постоянные поездки, потому что, например, если взять Лондон, это час поездки. Не вспоминаю. А Москву тем более. А Москву понятно. И это супер преимущество, которое действительно является абсолютно критичным в нескольких моментах. И экосистема – это такая составная часть из всех подобных элементов. То есть, комфортное существование для малого бизнеса, именуемого стартап. Да, и снижение всех вот этих, скажем так, барьеров, когда люди могут спокойно думать только о том, как бы все это развивать и как бы, собственно говоря, заниматься самим бизнесом. И вот тогда вопрос к Юре, потому что, как ты уже помянул, Леша, что главное – это окружение, главное – это люди, главное – это люди, на ком-то тестируют, главное – это люди, с которыми общаться и которые будут работать. И это в то время, когда из страны уезжают просто пачками. 72 человека в день. Люди действительно активные, молодые, образованные, ну, в основном, да, и остаются здесь те, которые уже, ну, либо не могут по каким-то причинам уехать, либо не хотят, там, да, и так далее. С кем работать? С тем, кто остался. Вопрос, ответ простой. Но на самом деле, опять же, наша идея, один из плюсов, как мы это видели, это именно то, что я молодой человек, даже начиная студент, я хочу летом поработать. Наше решение – это возможность, вот тебе список работ каждый день выбирать, что ты можешь делать. Покосить траву? Бери, покосить траву. Там, не знаю, помочь кому-то там доставить продукты? Вот, бери. Заказы приходят. То есть, в этом плане мы как раз-таки, возможно, тот самый магнит, который помогает находить быструю работу и понимать, что как бы и тут, что-то можно заработать. Но профессионалы-то остались? Русский, латышский, на особое язык. Профессионалы-то остались? Одно дело, там траву покосить, да, в общем, больших особо профессиональных навыков не нужно, и сумки донести бабушке. Например, моя любимая тема сантехники в Латвии. Есть. Я знаю, кажется, всех, каждого сантехника в этой стране. Есть. Создавайте заказ, в следующий раз у нас, получите предложение, посмотрите, сколько отзывов люди получают. Там достаточно очень много людей, с которых там десятки и десятки отзывов от людей, которые уже сделали себе унитазы и так далее. А есть разница у профессионалов на один и тот же заказ в цене, например? Знаете, я очень скажу, что мы не вникаем в ценообразование от наших исполнителей. То есть мастер задается? Да, да, да. Мы оставляем диалог между заказчиком и исполнителем, о цене и так далее между ними. Мы всего лишь площадка, где помогаем им соединиться. А как дальше происходит процесс, мы пытаемся сторониться отводить, потому что, в конце и в итоге, это разговор между... А в чем ваш профит тогда? Мы, по сути, площадка, которая помогает исполнителям найти работу. Мы берем комиссию за то, что исполнитель получает заказ. Но когда человек получил заказ, вот он уже твой... То есть он процент какой-то платит вам за то, что вы ему дали работу, что называется, помогли найти работу. Сколько примерно заказов в день получается? На данный момент в районе 50-60. Но это мало. А сколько должно быть? Для Латвии это уже неплохо. Но это не только Рига, да? Это не только Рига. Это вообще вся Латвия. Ну, скажем так, 70% это Рига, потому что все-таки Рига это 50% от всей Латвии. Мы начинали когда-то там условно с 30 в месяц. Сейчас у нас 50 в день, и у нас поток от 1500 до 2000 юзеров в день приходит на сайт. По латвийским меркам это уже неплохо, учитывая, что пока мы сфокусированы только на ремонтно-строительные услуги. Сейчас мы занимаемся расширением услуг, мы переходим в бытовой ремонт, мы переходим в IT, мы запускаем эти сервисы, ремонт техники и так далее. То есть мы будем расширяться, понятно, что количество заказов будет расти. Но мы видим тренд и как бы он очень позитивный. А почему вы не рекламируетесь? Мы рекламируемся, мы поняли, самые эффективные виды рекламы это AdWords. Нам не нужно сейчас радио или что-либо другое, потому что, опять же, вы понимаете, это баланс, это весы. У нас достаточно исполнителей на то количество заказов, которые у нас есть. Если мы рекламируемся, нам придет вместо 50, 150. Вы не сможете исполнить эти заказы. Поэтому это все нужно гармонично. Ну, окей. Просто очень интересно. Вот у вас сейчас 50 заказов в день. Столько же можете обеспечить мастеров для того, чтобы выполнить эти заказы. Но нужно развиваться. Вы ищите новых мастеров, вы ищите новых... Да, каждый день. У нас поиск мастеров идет через Facebook. Это оказалось очень хорошей площадкой для поиска исполнителей. Спасибо, Марк. Да, спасибо, Марк. А поиск заказа идет через AdWords. Так что достаточно простой механизм. Очень быстро, Леша. Латвия. Место для стартапов? Сто процентное. Юра? Да. Мы поднимем экономику этой страны? Мы работаем над этим. Большое спасибо. Вместе с нами сегодня в студии были Алексей Поспехов, руководитель консалтингового агентства Startup for the Europe, Юрий Фриткин, сооснователь компании GetoPro. Обращайтесь, если вам нужно починить унитаз. Онлайн-маркетплейсы по поиску бытовых и профессиональных услуг в Латвии. Лена Лукьянова. Кюлли Писплин. Это пятница, впереди выходные. Видите, всем плохо. Продолжение следует...